Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня на обзоре у нас вот такая вот электронная нагрузка на 180 Вт. Да, я вам уже показывал электронную нагрузку Hidense на 180 Вт, та была старая версия, это такая средняя, то есть она претерпела небольшие изменения, в том плане у нас нету типичных крутилок, сейчас у нас вот такие вот кнопочки, тут цветной дисплей, но это всё мы рассмотрим позже. Есть ещё чуть-чуть новее версия, она вот более интересна для аккумуляторной тематики. Дело в том, что здесь колодка, как мы видим, на два контакта, то есть плюс-минус подключаются, мы этими же проводами грузим и по этим же проводам снимаем напряжение. А там идёт четырёхконтактная колодочка, она вот так вот установлена, вот этих вот разъёмов на ней сразу нету на плате, они идут отдельно, как бы вставляются потом в эту колодочку и по двум получается идёт нагрузка, а по двум снимается напряжение, что более честно и адекватно при большой нагрузке, да, то есть когда грузится там 5-10 ампер и так далее. Комплектация, что у нас идёт по комплектации? Комплектуется вот таким вот питаловым, здесь у нас такая вилочка с переходником на евро, вот такой вот блочок питания, который питает саму нагрузку и имеет вывод вот такой вот, подключается туда с тыльной части, мы сейчас все разъёмы там рассмотрим. Далее у нас идёт кабель USB на microUSB для подключения вот этой штуки к компьютеру. Да, это можно сделать. Дальше у нас идёт вот такая вот термопара, то есть это датчик температуры, который подключается вот сюда у нас и соответственно его можно подключить к измеряемому предмету, то есть если это аккумулятор, то можно прикрепить там временно на скотч к аккумулятору или там как-нибудь его прилепить. Да, если это тест какого-нибудь блочка питания, можно к нему и так далее. Вся температура будет отображаться на дисплее. Ну и два вот таких вот скудненьких крокодильчика. Такие вот они маленькие. Ну вот мы сегодня будем пробовать вот такой вот аккумулятор, чуточку поразряжать. Для большого аккумулятора надо делать большие провода. Я уже всё купил, осталось всё это дело собрать, спаять и соответственно подключить в эту колодочку. В прошлой версии колодка была как-то поинтереснее, туда в принципе в аккурат входили кулоновские провода. Кулон 912, без всяких на то проблем я подключил, подключил большой аккумулятор и собственно можно было без всяких проблем грузить. Ну и также в комплекте вот такая вот инструкция. Инструкция здесь у нас с одной стороны на английском, с другой на китайском и естественно, как вы понимаете, русского языка не подвезли. Ну что ж, давайте рассмотрим сам прибор. Вот такой вот огромный кулер, он, кстати говоря, включается не сразу, то есть при маленькой нагрузке достаточно пассивного охлаждения вот этого вот радиатора. И только при большой нагрузке, когда температура повышается, соответственно у нас вот это вот включается и светит таким ярким светом. На тыльной части мы имеем вот здесь вот разъём для подключения питания, которое питает саму плату. По правой стороне мы имеем выход, то есть, ну, соответственно, можно использовать как проводник, да, и, соответственно, производить замеры. Разъём для подключения к компьютеру и управлению через компьютер. С левой части у нас как раз-таки вот эти входные разъёмы, ну, как я уже говорил, плюс-минус. Дальше колодка для подключения термопары. Вход круглый штекер, ну, наверное, 5.25. Дальше мини-USB, микро-USB, Type-C. На лицевой стороне у нас спикер расположен, цветной дисплей. Соответственно, четыре кнопки управления. Ну, и где-то здесь ещё также расположена платка Bluetooth. И то есть можно по Bluetooth подключаться к смартфону, но, честно скажу, то себе ещё удовольствие. Ну, что ж, давайте подключаем и посмотрим интерфейс. Так, подключаю я в розетку. Вот таким вот образом она тестируется, включается. И что мы видим, да? Давайте рассмотрим вот этот вот дисплей. На дисплее мы видим здесь что? Вот это вот установленный параметр, то есть это то, что мы с вами можем вот таким вот образом устанавливать. Дальше у нас режим разряда. Его, конечно же, при желании можно сменить. Разряжать можно, то есть постоянной силой тока. Потом дальше постоянным сопротивлением, постоянной мощностью и постоянным напряжением. Всё, дальше у нас всё это дело циклируется. Дальше мы выбираем время, то есть ограничение по времени. Дальше мы выбираем пороговое напряжение, то есть если мы аккумулятор разряжаем, да, то там, ну, 10,5 вольт, и он, соответственно, потом выдаст комплит. Ну, типа, всё, условия выполнены, и дальше разряжаться не будет, и устройство, соответственно, выключится. Ну и всё. Здесь у нас показатели, которые у нас замерены, либо рассчитаны, да, то есть это какое сейчас напряжение, какая сила тока подаётся, дальше у нас какая мощность, сопротивление, запас, ёмкость в ватт-часах, ёмкость в миллиампер-часах, также здесь у нас время, да, сколько устройства разряжалось, температура, дальше, получается, ну, здесь время, здесь у нас ограничение, да, какой параметр установлен, и температура устройства, то есть вот здесь вот температура внешняя, да, получается, то есть вот, ну, мы сейчас не подключили, это температура внешняя, это температура самого кулера. Ну что ж, по кнопкам, по кнопкам, вот эта кнопочка у нас выполняет вот переход по значениям, то есть мы можем при помощи нее выбирать разряд, в котором будем увеличивать, соответственно, значение, либо уменьшать, да, ну разряд я имею ввиду цифра из числа, если можно так выразиться, вот, дальше, кнопочка старт, ну сейчас так как у нас установлен параметр 10.5, Вольт старт не запускается, давайте мы уменьшим все-таки, ну и на эту кнопку мы, соответственно, запускаем программу, вот он у нас пока с Юрек, то есть нету, да, входного сигнала, нет входного напряжения, на эту же кнопку мы, соответственно, останавливаем, если эту кнопочку у нас зажать, то у нас здесь еще открывается вот такое вот гигантское меню, перейдя по которому мы, соответственно, все это дело можем каким-то образом менять, То есть здесь у нас куча разных параметров, в том числе там сбросить настроек, выход, очистить все параметры, да, туда, установить какие-то ограничения, параметры, цвет, яркость дисплея, да, и так далее, короче говоря, вот эти вот все параметры можно установить Так, сбросим всю дату и теперь переходим на выход и все, у нас обновилась, как мы видим, емкость, да, время и так далее Что ж, для начала давайте подключу блочок питания, вот такой вот, семешный, для того, чтобы показать, как это все дело у нас устроено и работает Подключил я в розетку, подключаю я в порт microUSB, все, то есть сейчас у нас находится в холостом режиме, нагрузка не идет, у нас включен OFF, да, режим Сейчас напряжение 5,1 вольта, нагрузку я задал, ну, например, 1 ампер, мы запускаем старт, соответственно, сейчас у нас подается, как мы видим, около 1 ампера Здесь точность до тысячных, поэтому вот так вот все это дело скачет, то есть если было бы округление, то есть два знака после запятой, соответственно, никакого бы вот этого прыгания бы не было Напряжение у нас 4,8 и здесь в режиме реального времени можно добавлять, причем добавлять ровные какие-то значения и смотреть до какого момента она вывезет Блочок у нас на 2 ампера максимально, плюс у нас кабель здесь довольно такой длинненький, да, сантиметров, наверное, 80, то есть имеются небольшие потери, ну, вот 2 ампера, 4,6 вольта, 2,1, 2,2, все, у нас посыпался блочок Как мы видим, проскакивает у нас UREC, соответственно, если бы у нас было ограничение по напряжению, то устройство бы просто вырубилось автоматически Ну, я вот таким вот образом отключу, ну, и вот соответствующие все наши показания, ну, и также здесь у нас вот накопились определенные данные, то есть миллиампер часы, время, да, сколько у нас проходил вот этот вот процесс Для того, чтобы это все дело сбросить, нам необходимо, опять же, все это дело обнулить через меню Также тут, то есть можно ограничить также по времени разряд, либо по напряжению, что для аккумулятора, в принципе, более характерно То есть вот этой вот штукой можно производить замер номинальной емкости аккумуляторной батареи Давайте это и сделаем Так, подключил я эти провода при помощи отверточки вот сюда, подключил вот такой вот небольшой аккумуляторик всего лишь на 5 ампер час Ну, и, соответственно, подключил даже вот этот вот термодатчик Температура моего тела на данный момент Температура тела на данный момент составляет 34,7 градуса Это вот здесь вот внизу, собственно, и видно Ну, что ж, давайте все настроим, обнулим и включим разряд Так, все подключили, произвел я настройку, грузить будем 2 амперами Все у нас обновилось здесь Конечно, это разряд не по ГОСТу, но для того, чтобы вам просто показать, как это все дело работает В упрощенном варианте Ограничение напряжения 11,8, соответственно, устройство у нас вырубится Ну, что ж, запускаем и смотрим, как у нас все это дело заработает Кстати, сразу же включился у нас кулер Вот так вот подключу Можете посмотреть Соответственно, у нас пошло время в обратный ход Грузится у нас 2 амперами Соответственно, сейчас у нас 24,7 ватта нагрузка Ну, и происходят соответствующие замеры То есть считаются миллиампер часы Считаются ватт часы Ну, и температура 25,5 градусов Вот этого вот То есть он никуда не подключен Ну, вот можно вот так вот сделать Сразу температура подскочила, стала 34 Ну, и как будет у нас 11,8 вольта Устройство у нас выключится По температуре Температура где-то внутри платы То есть, ну, я так понимаю, где-то около кулера Порядка 30 градусов Цельсия Вот здесь вот указано И вот здесь вот у нас считается время То есть сколько времени у нас на это все дело зайдет То есть вот такое вот устройство В плане замера емкости аккумулятора Я считаю, что вполне себе адекватная вещь За адекватные деньги Ну, давайте сейчас будем по чуть-чуть прибавлять Посмотрим, что и как у нас, соответственно, работает Так, буду по чуть-чуть прибавлять Давайте ради интриги То есть, получается, десятые доли По чуть-чуть будем добавлять И, соответственно, кулер начал чуть-чуть поактивнее крутиться Таким вот образом Нам надо, чтобы, получается, как только напряжение Вот этот вот параметр достигнет вот этого параметра Устройство у нас вырубится Получается грузить 180 ватт Если у нас номинальное напряжение Но номинальное 12 вольт, да Но фактическое практически 13 вольт Но 180 поделить на 13 То есть, больше 10 ампер грузить можно точно Но вопрос в том, выдержит ли вот эта вот колодка Как она здесь припаяна, да То есть, в этом соединении будет у нас температура большая Также нужны хорошие проводники, чтобы замерять Но в целом меряется 1,20 То есть, для 60 ампер-час Это всего лишь 3 ампера Соответственно, для сотого аккумулятора Да, 100 ампер-час Это 5 ампер Я считаю, в принципе, вполне себе адекватные показания 5 ампер без всяких на то просадок Моментов выхода из строя Данное устройство вполне себе может отдать Без всяких на то проблем Так, продолжаем мы грузить Продолжаем грузить Ну и когда оно уже у нас провалится Кстати, проводки вот эти Проводки пока что не нагрелись Я думал, честно, они нагреются, но нет То есть, тут проводки такие Видимо, потолще используются Так, просадка уже 12 Обратите внимание, что крепкая банка Она довольно старая Но, тем не менее Нагрузочку-то еще держит Да, не сдается старичок Маленький аккумуляторик 4 ампера 4,1 4,2 4,3 Держит 12 вольт Так, 11,9 Просадка идет Кстати Клемки Ну, клемки тоже такие Тепленькие Не горячие сильно 4,7 4,8 Но осталось чуточку Осталось чуточку 5 ампер Вот, 4,8 Ну, сейчас вот Вот-вот устройство должно у нас отрубиться Добавляем Добавляем Офигеть 5,7 Почти 6 ампер Живой аккумулятор Все То есть, вот Когда у нас достигнет Вот такого параметра Устройство у нас покажет Комплит И вырубится Соответственно, сейчас Току подаваться Лишнего не должно Не будет То есть, аккумулятор дальше Не разряжается После этого мы там Нажимаем ОК И оно у нас выключено В режиме ОФ Находится И мы можем отследить Параметры Да, то есть Если это был бы Замер 20-часовой емкости То есть, оно Вырубилось бы По напряжению И потом бы Мы бы подошли И смотрим Соответственно, вот здесь Вот у нас накоплены Миллиампер часы Здесь, соответственно Ватт часы Ну, и так далее То есть, вот Вот таким вот образом Данное устройство Можно использовать Для проверки Для Замера Емкости Аккумуляторной Батареи Маленькой Большой В принципе Практически Любой Так, ну и Небольшие Контрольные Замеры Посмотрим Что и как В принципе Он у нас Показывает По точности Запускаем Нашу нагрузочку Грузим Тремя амперами Вот этот вот Аккумуляторик Ну и Замеряем Напряжение Напряжение Так, здесь Все у нас Установлено Давайте померяем Вот на этих Вот выводах Получается Да 12 18 12 15 Вот 12 15 Ну и Обратите Внимание Что вот Здесь вот У нас Как раз Было 12 15 На этот момент Ну и давайте Посмотрим То есть Берется вот С этих Выводов Напряжение Показывает Правильно Ну и Давайте Замерим Вот здесь Что у нас Показывает 12 20 То есть На аккумуляторе У нас По факту Чуть побольше Да То есть Ну вот Сейчас Сколько 12 19 12 20 Здесь 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 у нас Получается На 8 На 8 На Аккумуляторе Больше Это Говорит О том Что По сути Аккумулятор Можно будет Еще Чуть Под Разрядить Но Сейчас Нагрузка 3 Ампера Все Опять же Упирается В качество Проводников Да То есть Какой толщины Вот этот кабель Какое У нас Вот здесь Соединение Какое У нас Вот здесь Соединение То есть Чем Больше Нагрузка Тем Толще Должен Ну и давайте Померяем Сколько У нас Идет Нагрузочка Нагрузочка При помощи Токовых Клещиков Вот так Вот Аккуратненько Так Это Токовые Клещики Такие Сразу Говорю Так 3 Ну что То Какие то Помехи Помехи Дает На этом 2.8 На этом 3 Давайте Померяем Контактным Путем Так Давайте Померяем Силу Тока Контактным Путем Опять же Проводники Вот здесь Вот В щупах Мультиметра Такие Себе Поэтому Может быть Какие то Так Все Сразу Упало Из-за Того Что У нас Плохой Проводник При помощи Токовых Клещей Померить Не Смог Потому Что Это Дешманские Клещи И там На них Много Дается Помех И Прочих Вещей То есть Они Более Менее Точно Показывают Только На Больших Токах Давайте Я уменьшу Уменьшу Ну Один Хотя Бо Ампер Поставим Для того Чтобы Оценить Ну Один Ампер Обратите Внимание Один Ампер То есть Здесь У нас Один Ампер Ровно 0.99 Ну Если Была бы Еще Здесь Наверное Девятка По методу Округления Короче Говоря Точно Точно Плюс Еще Здесь Потери Идут На кабели На соединениях И так Далее Давайте Ну Попробуем Чуть Поувеличивать Посмотрим 1.1 Раз Сразу Скакнуло То есть В принципе По нагрузке 1.19 Все Четенько 1.29 То есть Здесь 1.3 1.30 1.29 То есть Небольшие погрешности Стоит делать Ну вот Видите Да Четко 1.6 1.7 Ровно Все ровненько То есть При замере Контактным путем Все ровненько 1.8 1.9 2 Вопросов Нету Вопросов Нет Все четенько Опять же То есть Вот Какой проводник У нас В щупах Там и так далее На это тоже Необходимо Сделать погрешность Но В принципе В принципе Я доволен В принципе Я доволен По показателю Вы видели Сами Прекрасно То есть Как и по Напряжению Все четенько Так и по силе тока Но повторюсь Вот эти вот Клещи Это Ну Сами понимаете Ну вот Такое вот устройство По В принципе По всем параметрам Вы его видели Прекрасно Что можно При помощи Него замерить Аккумуляторные батареи На замер по емкости Видели Да Я вам показал Можно конечно Это я просто Показал В ускоренном Варианте Можно и 20 часов Гонять И сколько угодно Его плюс Что он По минимуму Шумный То есть Вы поставили Где-то Даже дома В коридорчике Где-то Хотя я не рекомендую Мерить емкость В домашних условиях Потому что Это вторично Лучше Правильно И хорошо Зарядить Аккумулятор Нежели Просто так Каждые полгода Мерить его Номинальную емкость Вот Можно замерить Соответственно Вот проводки Какие у вас есть Померить Как они пропускают Вот такие вот Блочки Соответственно Все что там Прикуриватели И так далее Все что можно Вывести на Type-C Micro-USB Mini-USB Или вот такой вот Выход Круглый То соответственно Можно проверить Абсолютно все Также можно Соответственно Замерять емкость Также можно Мерить емкость Пауэрбанков Я вот Хочу замерить Карку Посмотреть Сколько он выдаст Но опять же Там честнее мерить То есть Снимать напряжение Непосредственно С USB разъема Но Там потому что Идет потеря на кабеле По-любому Супер качественный К он не был Все равно Потеря имеется То есть А мы в конце кабеля Можем только Снимать как напряжение Так силу тока Поэтому отсюда Можем иметь Вот такую погрешность То есть Устройство Которое позволяет Замерить реально все По точности Вы сами Прекрасно видели Померили мы При помощи мультиметра Все четенько Все Все ровненько Никаких вопросов нет И по поводу Подключения По блютусу То еще удовольствие Ну сейчас Давайте я вам покажу По поводу блютуса Я это специально Не выделил В отдельную тему Рассказал про это в конце Да все потому Что здесь особо Говорить то и не о чем То есть Здесь Вот оно Приложение Которое скачивается Телефон Подключается по блютусу И здесь просто Дублируются кнопки То есть я не могу Взять там И поставить напряжение Там на клавиатуре Выбрать 20 То есть Тут я тупо Так же Вот как бы То же самое Что я могу Здесь нажать Вот они Четыре эти кнопки Вот сетап Это верхняя Плюс-минус Это вот эти кнопки Да И соответственно Вот enter Это вот это Вот типа start Все То есть вот Силу тока Я например ставлю Да То есть вот он 2 ампера 3-4 То есть Нафига Блютус не так далеко Ловит Но это если Она где-то стоит Там высоко На полочке Да Можно там Со смартфона Управлять Но так как бы Я особо Честно говоря Вообще не вижу смысла Если вот он рядом лежит Да То что графики строятся Ну вот может быть Да То есть Что график Ну и там по поводу Графика тоже Есть определенные нюансы Что как бы Тут надо Во-первых Приложение допилить Чтобы оно сохраняло Этот график И так далее Чтобы можно было посмотреть А то тут Заблокировал Разблокировал И все Может быть Да Если допилят Приложение будет там Сохраняться где-то В отдельный файл графики Либо это Разобраться Как это собственно делать Но опять же Это все такое Особо ненужное Также то есть Нельзя ввести эти данные То есть Дубляж Дубляж кнопок Ну блин Такое себе Поэтому Честно признаться Я не вижу особо Каких-то приколов Да Пользоваться приложением По компьютеру Я даже не подключал Но думаю Там примерно То же самое То есть Оно в принципе Самодостаточное То есть Из кнопок Можно сделать абсолютно все Тем более В смартфоне Те же 4 кнопки Вот Короче говоря Вот такое вот устройство Кто что думает По его поводу Пишите в комментариях Обязательно Сделаю хорошие Такие провода Потому что Этими даже Ну Никак не подключиться К токовыводам Ну Любым Да Аккумулятором Не считая вот таких Мелких Вот Сделаю провода Проведем какой-нибудь Эксперимент На этом все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем спасибо Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok